В общем Костя хотел сказать что он кашляет сегодня его забрала из садика и воспитательница нам сказала что у Кости кашель сейчас будем лечиться да у нас впереди выходные как раз мы подлечемся шла я в своей аптечке вот такие вот проспан капельки но я посмотрела значит детям с четырех лет их можно уже давать три раза в день 16 капель с 4 до 6 на 10 лет вот она эта бутылочка и вот меня просто всегда поражает если слышите вон какой у него кашель меня поражает но как можно медикаменты делать вот с такой вот маленькой крышечкой которую я мне даже тяжело открыть а что говорить о людях у которых артрит артроз старых каких-то людях но неужели нельзя сделать большую нормальную крышку поражает меня вот это вот или как я открыла эту крышечку сейчас будем принимать лекарства меня просите всегда показать мою домашнюю аптечку вот у меня вот так вот все валяется очень вот так вот все лежит может быть когда-нибудь я ее покажу но пока я что-то как-то нет не знаю мне тут бардак полный и надо пересортировать у меня здесь все подряд все что надо и не надо поэтому есть вроде все но когда что-то надо обычно придет приходится на работе это покупать чем есть все но только каждый раз не то что нужно я хотела вам вот этот выбор бронхипред сок показать это вот капельки но не капельки а сок для детей и для взрослых кстати тоже наша наша врач выписывает постоянно нам вот такие вот именно бронхипред сок для кости сироп данным лучше говорить сироп и они нам не знаю абсолютно не нравится мне хотя многие говорят что им помогает нам как-то во первых на вкус костию их не хочет они такие сладко приторный травяной вкус и как-то особого не знаю особой помощи от кашля я их на кости не заметил не почувствовала вот просто у нас был сиропчик для детей он нам очень хорошо помог и кости его намного охотнее принимал проспан сироп у нас закончился вот это единственное что я нашла вкусный чай пей пей всем доброе утро у нас сегодня понедельник 21 1 февраля я завтракаю кости еще спит варенье очень мне нравится варенье вот этой фирмы всегда вкусные и столько там разных сортов вот это вот черная вишня а есть у них еще кислые вишни кислую еще не пробовал костя чихает кости у нас сегодня в садик не идет и в филадельфии туда еда булочку и варенье и кофе это мой завтрак кости сегодня в садик не идет потому что он сильно кашлял все выходные со вчерашнего дня у него начался насморк поэтому остается у бабушки с дедушкой сегодня я иду на работу какой валяется и матчиска доброе утро привет как ты спал кости дай подруга не горячей температуры нету просто суперки на ну садик может поедешь куда ты хочешь больше садик или бабе с деду папа с дедом а чё ты там можешь делать он ты радуйся на садик не надо в садике чуть плохо что там плохо там друзья твои там весело там слушаться надо да дисциплина должна быть спать надо днем ну и мальчиска мальчиска ладно будешь со мной кушать пойдем или валяться хочешь все все валяться но валяйся да я посмотрю сколько на моем телефоне процентов сто процентов там на твоем телефоне полная батарейка уже них ох жених кубик уже на балконе с утра пораньше стоит своих двух ножках ждет свою невесту соседку которая все время его гоняет тупо носу получит то просто на него шипит но кубик не сдается все время идет туда смотрит зовет ее ну как сегодня день у тебя прошел пока мама на работе была ночью так что не понравилась баба с дедой же был в общем я забрала костю и мы приехали сейчас в магазин экшн сейчас посмотрим что здесь есть интересного что здесь есть новенького давно мы здесь не были слайм хочешь до таким цветом как у коблы вообще мы приехали потому что нам нужен вот этот вот пистолет еще и две штуки два клея идут в комплекте вообще класс 439 берем уже много раз нам нужен был такой пистолет кто тут еще имеется для хобби чего тут только нет блестки всякие раскраски как жаль что у меня нету свободного времени я люблю вот такие вот всякие мелкие раскраски я отдыхаю расслабляюсь когда раскрашиваю вот такие вот картинки только время нету свободно тоже кстати классная штука красивые стаканы селинчик слайм вот здесь за углом здесь должен быть слайм вот он один ты говорил каких 5 штук на 3 это розовый для девочек нет нет это что такое в боже какой кошмар ящерка надо нет ее не надо открыть и не знаю минут это тоже слайм это тоже слайм нет да нет хватит пирша пожалуйста давай костя свой костя свой выбор сделал желтый слайм красный слайм зеленый слайм с ящеркой все хотела здесь себе взять маску для лица но не знаю есть ли она будет ли она тут которая в общем принято как-то раз я ее здесь покупала и она была очень даже неплохая что за масочки здесь имеются вообще тканевая маска маску я тоже брала очень хорошая кстати золотая маска состоит из двух частей классно а вот приняющиеся маски я чет не вижу вот она маска которая пенится но тоже тканевая вот красивый подсвечник такой же только поменьше и вот этот мне тоже нравится довольно таки у нас сегодня уже 22 февраля кости вчера был дома в понедельник он остался еще дома ему уже получше кашель совсем у него прошел немножко еще насморк сразу отвечаю на вопросы которые многие сейчас возникли да я его тестировал тестировал на корону три раза он каждый раз был негативный поэтому это не корона просто у него был кашель и сейчас этот кашель перешел в насморк сегодня пошел в садик и успешно значит заразил меня потому что у меня болит горло и у меня теперь кашель теперь болею я также он успешно заразил деда своего вот короче всех заразил и пошел садик сам выздоровел уже кстати отработала и сейчас поеду забирать костью из садика у нас сегодня с еще есть дела у нас сегодня плановый осмотр у врача константина будет осматривать там в общем его развитие рост вес траляля все такое вот что еще еще врач у нас такая врач вредненькая в общем будет сегодня разговаривать с ним тоже смотрит развитие речи и естественно врач говорит на немецком а костя на немецком в садике он разговаривает когда я ухожу за дверь я слышу что он может там отвечать но при мне он почему-то не хочет разговаривать либо стесняется либо не знаю ну я думаю до школы выучить все равно он уже многое понимает иногда он выдает такие фразы где даже удивляюсь я то есть он знает я замечаю что он знает намного больше чем чем я думаю вот значит я ему уже такого морально подготовила на то что ему надо будет разговаривать с врачом она хочет слышать от него предложения какие-то уж не знаю в прошлом году у нас был такой тест у нее она показывала картинку мячик дерево солнышко цветочек и костя должен был отвечать что это на картинке она ему показывал картинку он отвечал ей на русском языке я сказала что он еще плохо говорит по-немецки я могу вам переводить но она категорически отказалась и начала возмущаться что вы же живете в германии вы хотите здесь оставаться жить и типа ну как так ребенок не разговаривает на немецком вот меня это немножко тоже как-то не понравилось в мне это потому что ребенок пришел не немецкий язык сдавать ребенок пришел для того чтобы она посмотрела насколько у него развита речь а не немецкий язык поэтому как бы немножко неуместно не показалось ее вот это высказывание чего хотела сказать насчет вот этого и еще хотела сказать что я в прошлом году поинтересовалась у других мам таких же детей как мы которые тоже ходят в тот же садик который тоже еще либо очень плохо либо совсем не говорят на немецком как у них это происходило и почему-то у всех было возможно сделать так что ребенок отвечает на русском а мама переводит что ребенок говорит то есть то есть только наша врач встала вот в такую вот позу и написала в книжке что шпрах тест невозможен шпрах тест короче языковой тест невозможен потому что ребенок разговаривает только на русском языке но у всех других детей это было возможно с переводчиком в роли мамы тут была такая красивая елочка вырвала когда у нас был врага прямо с корнем упала так жалко на мне так нравилось и шишки всегда были кости их собирал то на лежит ураганом все смело как жалко такая классная елка была как сегодня в садике было какой новый канал ну давай говорит для нового канала как садике было сегодня кости что может я ладно давай собирайся к врачу поедем все кашляешь еще сопельки показывай как зал герб зовут окей все давай поехали кость но это же для деточек не для мамы классные да слоники играй сейчас нас вызовут уже ящик у с собой принесла она конечно świ увидите тут чес ш покажу ты ящики мы покажи где тут ящики то я не вижу где все есть только не ящуется змея есть вот потому что она здесь должна оставаться все наш плановый осмотр позади направили нас глазному врачу потому что костя не мог сконцентрироваться и сказать утка очки и ножницы теперь нам еще надо глазному врачу потому что кости смотрел везде где только можно отвлекался на всех но не на ту картинку на которую показывала доктор пойдем кости кость не хочу не мог сконцентрироваться наша врач я вообще не довольна если честно потому что абсолютно не планирует время естественно что это ребенок тут много интересного весь этот практик сделан очень интересно столько игрушек столько интересного и ребенок отвлекается она не есть не даже две минутки не выделила на то чтобы как-то ребенка поймать его внимание да кости абсолютно нету времени хотя у нас был термин запланированный вообще недовольна и уже второй раз я задумываюсь поменять врача детского да но очень тяжело это берлине сделать очень тяжело найти врача который принимает который новых пациентов берет чем такое ощущение сегодня кости не мог сконцентрироваться кость пойдем такое ощущение лишь бы отфутболить наш лишь бы отправить если бы она еще минутку подождала сделал бы паузу помолчала поймала бы кости на внимание обратилась бы к нему по имени он бы ответил ей на этот вопрос но мрачей нет времени у нас уже следующий день состояние как можно по мне видеть у меня ужасная сегодня ночью у меня начала морозить у меня поднялась температура в общем я заболела состояние ухудшилось тестировалась на корону это не корона могу сказать однозначно что сейчас я себя чувствую намного хуже чем месяц назад когда я болела короной в общем ночь . сегодня была веселая кости в часу ночи до пяти утра не мог уснуть также как и я ревел говорил что у него болят уши хотя вчера когда мы были на осмотре у врача я сказала что он немножко простыл что у него насморк и кашель она заглянула врач в горло стало да да она немножко красная не спросила нужны ли нам какие-то медикаменты для ребенка или ну в общем практически можно сказать проигнорировала это сейчас время уже три дня кости сейчас спит хотя может пора потихоньку просыпаться это к 12 мы легли поспать состояние стал чуть получше голова у меня теперь не так болит но ломит все тело и не знаю что такое почему язык часто болею видимо от кости заразилась вот посмотрим какой сейчас кости проснется потому что с утра он конечно был плаксивый очень не спал всю ночь ребенок понятно до субботы я на больничном и кости похожую тоже посмотрим какой он сейчас будет следующие дни сегодня такое состояние что я хотела сходить магазин но нет абсолютно сил все всем спасибо за просмотр всем пока пошла за дальше болеть